ребят всем привет сегодня я хочу с вами поделиться как я буду делать свиные шницели и так начинаем сейчас я возьму тарелочку и мы будем швиц или у меня уже готова его такие нарезанные мы купили я их сполоснула салфеточкой обмакнула теперь мы каждый шницель берем что вам не нравится мы это можем отрезать скажите мне пожалуйста кто не любит шницель по моему нет такого человека которые не скажут что я не люблю шницели так что будем сейчас готовить я вам покажу свой рецепт как я их готовлю они получаются очень вкусные и советую вам обязательно попробовать приготовить и так все не нужно обрезаем очень мяско хорошая здесь даже обрезать ничего не надо так холодильник у нас гудит как трактор и так и так так ребят сейчас сполосну я тарелочку соседи извините нас знаете что берем вот так вот я надеюсь будет видно один шницель я всегда накрываю пленкой и отбиваем его кто хочет это стороной кто хочет это соседи наши бедные так это пленка мне уже не нравится беру я свежую пленку беру я свежую пленку так что это с моей пленочкой отрываем свежую накрываем думала сегодня что приготовить это мясо немного нас пять человек так что не переживайте что мясо будет много я сейчас я сейчас сказала сыну что я буду делать шницель мама как она будет уже готова уже ждет так что немножко побыстрее торопимся так что самое главное сейчас мне надо будет это натереть лук и чеснок берем вот на этой терке натираем лук и чеснок я беру все на глаз ребята все на глаз сначала чесночок немножко мы поплачем от лука но ничего страшного берем чесночок натираем на тере горят глаза немножко быстрее и так хватит всего произведения теперь мы берем размешиваем эту кашицу нужна нам опять тарелочка ребят плачу так ребят плачу теперь берем мы каждый шницель и обмазываем вот этой смесью вот смотрите как у меня смесь получилось есть только чеснок и лук мы с каждой стороны смазываем шницель побыстрее чтоб ничего не горел так ой плачу ребят так но это получается очень вкусно поверьте мне все хорошо смазываем сделал лук летит падает быстрее отвязаться от него теперь мы оставляем эти шницы лежать в такой луково-чесночной кашице пусть они немножко полежат пока здесь все приберем и так ребят теперь мы берем терку опять нашу терочку и у меня есть пармезан сыр пармезан обязательно нужен мы его берем вот на этой же терочки нарезаем одним движением вниз много пармезана не надо сейчас я примерно покажу сколько ну каждой шницы чтобы мы могли смазать пока мы берем вот столько такую кучку теперь мы ребят берем каждый шницель вот так раскладываем и втираем пармезан в него прям вбиваем аж с каждой стороны если будет маловато пармезан мы еще дотерем здесь у нас в кухне так классно видно дорога люди ходят гуляют машины ездят сковородок я уже достала целую кучу они нам все понадобятся на гарнир мы сейчас с вами сделаем рис с вермишелью и сделаем специальный соус для шницеля так нам пармезана не хватило дотираем еще и так теперь мы берем тарелочку нам нужна будет вилочка яйца я уже помыла разбиваем два яйца пока разобьем два яйца потом посмотрим если не хватит добавим два яйца добавляем соли немножко на вкус мясо же мы не солили добавляем молока добавляем муки ребят я делаю все на глаз хотите перчику добавьте теперь мы берем одну сковороду смотрите возьмем вот такую для жарки поставим ее разогревать добавляем масло пусть она разогревается хорошо мы делаем дальше продолжаем взбивать у меня есть веничка что-то я вилку взяла вот делаем такую смесь знаете она очень хорошая потому что там мука и она хорошо будет прилипать к шницеля мы ее будем здесь купать в этой смеси сейчас я возьму другую тарелочку подождите покажу возьму другую тарелочку и вот у нас сухари обязательно нам сухари понадобятся вот пока возьмем вот так видите она немножко загустевает нам пока эти сковородки не понадобятся нам понадобится вот такая тарелка и так ребят поставила и сковородку она разогревается нам надо переехать вот сюда уже так и так ребят мы берем каждый шницель отпускаем купаем в этой смеси его потом отправляем в сухари эти шницеля они очень-очень быстро жарятся ну как очень быстро и отправляем на сковороду и так продолжаем с каждым шницелем я стараюсь чтоб тут ничего не засвинячить так сильно ну шницели получается очень-очень вкусные видите и сыр с них пармезан с них не слазит он прилип на каждом шницеле и все ждем вилочку пока убираем если нам надо будет еще яйцо взбить собьем и еще мы а еще знаете что мы делаем сейчас я вам покажу смотрите как шницели жарятся мы берем их и вот так немножко ну все даем им хорошо жарится потом я вам покажу что я буду дальше делать я хочу на гарнир вот сделать рис вермишели так что и это мы с вами сделаем кто хочет может еще вилочкой проткнуть их хорошо кто хочет может еще вилочкой проткнуть их хорошо подождем запах обалденный нет еще пусть пожарится ребят ну а пока сейчас у нас шницели получарится в этим моментом я начну готовить наш гарнир и так для гарнира нам понадобится сковородка ставим ее набираем туда масло и так ну не так уж то и много но и не мало ну примерно вот так потом у меня есть вот такая вермишель тоненькая мы берем на глаз я не знаю сейчас мы будем вермишель поджаривать где-то примерно вот так с маслом вместе убираем теперь пусть это вермишель обжаривается еще немножко масла и что наши шницели 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 у нас классные и шарятся теперь мы берем сито промываем рис смотрите рис я промыла добавила тоже у меня типа как сковорода кастрюля поставим мы пока в бок и немножко подсолим по вкусу все по вкусу мешаем наши рожки и нам надо чтобы они пожарились прям как до такого золотистого цвета ну сейчас я вам все секреты свои расскажу что я готовлю так шницели убираем и делаем дальше смотрите сколько он лежал пармезан даже не отклипает не забываем мешать наши рожки поставим их на немножко медленный огонь и берем другой шницель обмакиваем его опять панировки и выкладываем на сковородку руки моем как всегда сто раз моем руки моем руки моем руки моем руки нам еще нужны панировочные сухари не забываем помешивать наши рожки видите они прямо такого карамельного цвета получились теперь мы берем рис ставим на газ добавляем эти рожки сюда масло я много не наливала так что могу вместе с маслом их добавить сюда если вы много масла будете наливать в рожки тогда вам надо бы его сцедить а я не наливала много получается вот так как у нас в кастрюле мы посолили теперь мы берем водичку заливаем наш рис с рожками сейчас я вам покажу примерно сколько так ну примерно вот так чтоб водичка стояла сверху ставим на газ и закрываем крышкой пусть у нас все жарится парится мы дальше занимаемся с шницелями нашими добавляем немножко еще масла вы знаете да я раньше знаю ну как не знала что шницели надо жарить если на сковородке что очень много масла наливать ну вот теперь знаю получаются у нас шницели вот такие красивые смотрите какая панировка на них классная ну вот так ребята сейчас наш гарнир сварится шницели я пожарю и потом вам покажу как у нас все получилось ну вот ребята приготовила я сегодня наши шницели наш обед сейчас я все уже на кухне убрала вот наш обед готов буду накрывать стол и мы будем обедать всем приятного аппетита пока 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 пока